Всем привет! Всем огромный привет из Канады! Сегодня мы с вами будем болтать и будем болтать о том, о чем, наверное, уже болтал весь YouTube до меня. И я продолжу эту хайповую тему. Это, конечно же, интервью, которое взяла Ксения Собчак у блогера-психолога Вероники Степановой. Я даже не знаю, она вперед блогер или психолог. То есть она как бы была психологом и потом стала блогером, очень популярным. Вы, наверное, все знаете Веронику Степанову, вы все, конечно, знаете Ксению Собчак. И я долго думала, записывать ли мне видео на эту тему. Переслушала очень много обзоров, так сказать, этого видео, этого интервью. И решила, что мне есть, что сказать на эту тему. Вернее, есть, что дополнить, потому что есть очень много видео, очень много обзоров. Но мне кажется, что вот у меня есть своя некоторая такая точка зрения на это. Я хочу сразу начать с того, что я Веронику Степанову посмотрела буквально несколько видео. Наткнулась на ее канал где-то, ну, может быть, год назад. Открыла. И меня сначала, знаете, ну, так немножко потрясло, так скажем, вот это вот ее свобода речи. Как она выражается, как она говорит ее, вот эти все словечки, кривляния и так далее. И плюс человек себя называет психологом. Знаете, это как-то очень нестандартно, неординарно. И я, если честно, посмотрела несколько видео с ней. Ну, если честно, то мне через какое-то время как-то мне это надоело. Я присытилась этим. Я ни в коем случае не ханжа. И я сама могу вставить крепкое слово при желании и при удобном случае. Но дело даже не в этом, а дело в том, что, ну, не знаю, ну, вот когда вот это все, все время одно и то же, одно и то же. Вот эти вот словечки ее, эти программисты-анальники, вся вот эта вот, вся вот эта ее жаргон. Ну, не знаю, надоело мне. Короче, Аксению я смотрю очень избирательно. Потому что я смотрю видео только с, интервью с теми, кого я знаю. Знаю я мало, очень мало людей из тусовки современной российской. Поэтому я как бы мало очень смотрю. Ну, вот видео с Вероникой Степановой я, конечно, посмотрела. Потому что его смотрели все. Все об этом говорят. Я не пожалела, если честно. Мне было очень-очень любопытно и очень интересно. Я хочу начать, во-первых, с самого начала. Во-первых, с названия. Как Ксения назвала это видео? Вероника Степанова об эмиграции из России, кликбейте, дудея, гудкови, ненависти к чужому успеху. В первой строчке об эмиграции из России. Ну, Вероника Степанова живет в Мексике. Это все знают. Но дело в том, что она как бы не эмигрировала официально из России. Она просто уехала и живет там, где ей удобно, там, где ей нравится, там, где ей комфортно. Что, в принципе, является как бы абсолютным правом любого человека жить там, где он хочет. Если он позволяет возможности и средства. И если он может это сделать. Если он как бы не должен ходить на работу каждый день в то место. И он не привязан к какому-то месту. То в нашем 21 веке, по-моему, переселение из страны в страну. Это как бы совершенно нормальная ситуация. И назвать переезд Вероники Степановой в Мексику эмиграцией. Я бы сказала, это немножко притянуто за уши. А уж тем более выставлять это в первой строчке названия. Потому что, в принципе, Вероника Степанова совершенно ассоциируется с Россией, с русским Ютьюбом, с, так сказать, русскоговорящей тусовкой. Но никак не с эмиграцией. Потому что живет она, где живет. Это совершенно не важно, где она живет. Но она, так сказать, персонаж русского Ютьюба. Поэтому выставлять в первую строчку эмиграцию, это как бы сразу подчеркивает то, что вот она эмигрантка, она не наша, она чужая. И на самом деле разговор о Мексике у них зашел только в самом конце. То есть все вот эти вот темы, которые они обсасывали и обсуждали, они обсуждали. А потом был вопрос о переезде ее в Мексику. И, по-моему, если я правильно помню, то Ксения даже это не называла как эмиграция. Она говорила переезд или что-то такое. Ну, вот я точно не помню, не скажу. Но, во всяком случае, это не было первостепенной темой. Это возникла тема потом. Но в названии она вынесла это в первую строчку, чтобы подчеркнуть. Вот Вероника, она не наша, она чужой человек. Второе, на что я обратила внимание, я как бы была потрясена, так скажем, удивлена непрофессионализмом Ксении в том, что на ней было надето очень много украшений. Браслеты, серьги, микрофон вот здесь. И каждое ее движение, то есть все интервью, которое длилось почти два часа, она громыхала своими цацками, браслетами, серьгами, цепями, бирюльками разными. И вот все видео, знаете, вот такой было как будто вот какая-то такая раздражающий момент, который вот сопровождалось все видео вот этими вот звуками, такое, знаете, шуршание, гремение вот этой вот бижутерии ее. Потому что у нее здесь висел микрофон, у нее были браслетов много, у нее были серьги. И вот до сих пор все это, естественно, мешало звуку. И я хочу сказать, что Ксения профессионал, у нее два, больше двух миллионов подписчиков на канале, у нее команда, она сняла столько интервью, и она до сих пор не знает, что вот эти все бирюльки, они первым делом будут слышны, и будет испорчен звук в этом интервью. Вот я вот такой маленький блогер, я и то знаю, например, что браслеты нельзя надевать на съемку, потому что они гремят, я тоже люблю помахать руками, и вот это вот все вот это вот вечно звенит и гремит, и действует на нервы очень многим людям. Ну, дело не в этом. Я как бы, это как бы не основной момент, но это было первое, что меня как бы вот, я так начала слушать, я подумала, серьезно, типа, ну, как бы это знает любой человек, который когда-либо что-либо снимал на телефон или на камеру, или на что, он знает, что всякие вот эти посторонние звуки очень действуют на нервы. Ну, ладно, оставим это дело на совести Ксении. Значит, я хочу, главное, обсудить в самом начале то, что интервью, то, что меня как бы сразу так торкнуло, потому что, ну, это, мне кажется, что это корень вот того, что произошло на этом интервью. В общем-то, мнения разошлись. Зреватели, значит, многие назвали это интервью «Встреча двух змей». Другие говорили, встретились с жабой змея. Третий говорили, встретились с два нарцисса. Четвертый там, в общем, всякие-всякие давали им определения. Они, конечно, обе дамы с очень таким сильным характером и, мягко говоря, доминантные такие женщины, которые не дадут спуску никому, ни своим близким, ни кем-то, с кем они имеют дело по работе или по медиаплатформе. Но я считаю, что это не главное на самом деле. Там встретились два, знаете, как бы два лагеря, две противоположные, два противоположных лагеря российской действительности. Один – это человек, родившийся в семье мэра Петербурга. Ксения, как говорила Вероника, что она родилась с золотой ложкой во рту. И это правда. Человек, которого с рождения жил очень обеспеченный, все дороги ей были открыты. И успех ее можно было, так сказать, предопределить. Не надо было быть гадалкой. И Вероника Степана – человек из простых совершенно слоев общества, которая добилась всего абсолютно сама, без папы, без мамы, без родственников, без знакомых, без влиятельных каких-то друзей, без того, чтобы без помощи кого-либо и прошедшая Крым и Рым, имевшая очень тяжелую финансовую ситуацию в своей жизни, имеющая деньги, не имеющая деньги и, в общем-то, добившаяся известности, популярности и достаточно хорошего финансового положения. И вот эти две противоположности. Человек, который родился в простой семье и добился всего сам, и человек, который родился в непростой семье и тоже добился чего-то, ну, из совершенно других стартовых условий, вот мне кажется, что Ксения не могла простить Веронике, что… не то, что не могла простить, а вот, знаете, вот это такая сверху смотрящая благородная девушка из благородной семьи, смотрящая на плебс, который вот из грязи в князе, вот она же никто, и вот смотрите, она почти находится на том же уровне популярности и финансового положения, что и Ксения, хотя она изо всех сил пыталась это, так сказать, не показывать, изо всех сил пыталась это отрицать, что она как бы вот так вот думает. И с другой стороны Вероника, которая смотрела на Ксению именно с точки зрения человека, который всего добился сам, и тут он имеет дело с девушкой, которой изначально были все дороги открыты, и которая, в принципе, чтобы не добиться больших высот в этой жизни, надо было постараться. И вот мне кажется, что вот эти вот два, вот эти вот две как бы, два лагеря, две разные песочницы, которые изначально являются антагонизмами, они встретились, и у них начался диалог. И, конечно же, исходя из того, что это две действительно очень харизматичные, очень сильные характерные дамы, две змеи, змея и жаба, как их называют в разных обзорах. Не я говорю, не мои слова, это говорят обзорщики разные. Встретились, и, конечно, произошла ядерная война, взрыв, и, в общем-то, ничего хорошего тут ждать было нельзя. Очень много есть мнений о том, кто победил, победила Ксения, победила Вероника. В основном все сходятся к тому, что победила Вероника, потому что она была как бы вот в роли обороняющейся все интервью. Но в конце интервью она завела жару Ксении, когда Ксения немножко расслабила узда, так сказать, узды правления этого интервью, Вероника ей дарила пополнюю назад за все то, что она в течение двух часов пыталась отбиться от Ксении, от ее вопросов, от ее подколок, от ее, так сказать, обвинений и так далее. Так вот, я считаю, что тут нету победивших, потому что обе, на самом деле, вели себя не очень красиво, обе штырили друг другу всякие шпильки, мягко говоря, на самом деле, в общем-то, как бы очень-очень сильно говорили очень обидные вещи друг к дружке, но я, честно говоря, считаю, что Ксения первая начала, поэтому как бы с Вероникой взятки гладкие. Естественно, она не стала терпеть, естественно, она отвечала ей тем же, той же монетой. И я хочу сказать, что вот даже чисто по манере поведения Ксения нервничала, она вся какая-то была дерганная, вот этот звон ее браслетов, вот эта вот вся ее вот какая-то, знаете, вот такая вот напористость, вот такая вот манера, нападать на собеседника, она была видна, а Вероника сидела вот так вот, сложивши ручки, ну, это, конечно, поза считается, что это для человека броняется, но во всяком случае, вот она сидела сложивши руки, и когда Ксения там говорила, ты такая, ты секая, ты эдакая, она говорила, да, 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 то есть она, выслушивая ее вопрос, как бы подтверждала, не подтверждала, но ее как бы реакция была, то есть, ну, типа, говори, 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 девочка, мне как бы все, пофиг все твои вот эти вот подколки, знаете, и мне кажется, что вот эта вот манера, вот эта вот манера поведения, она более выигрывает, потому что создает впечатление, что человек, ну, да, но она как бы как-то пыталась там обороняться, пыталась ей отвечать, пыталась как-то не дать уж так Ксении напирать на себя, но в общем целом она вела себя более как-то спокойно, более уверенно, более, ну, вы знаете, что я еще думаю, что может быть возраст Вероника старше Ксении, может быть, жизненный опыт и возраст все-таки здесь как-то дал, дал себе знать, и подсказала ей ту манеру поведения, которую она должна держать при вот таком вот интервью. Теперь я хочу сказать, от чего меня торгнуло больше всего. Это когда Вероника сказала, что у них начал происходить диалог на тему о том, что Ксения стала обвинять Веронику в том, что она учит женщин, девушек молодых, врать, выкручиваться, обманывать, манипулировать для того, чтобы выйти замуж, для того, чтобы добиться какого-то успеха в этой жизни. И Вероника, в принципе, сказала, на мой взгляд, абсолютно справедливую, справедливую фразу, что тебе их не понять, Ксения. Ты родилась с золотой ложкой во рту, а простая девушка откуда-то из Воронежа, или там Иванова, или еще откуда-то, ей для того, чтобы хотя бы приблизиться на тот уровень, на котором ты находишься, ей да, надо манипулировать, ей да, надо обманывать, ей да, нужно совершать, может быть, не всегда самые красивые поступки, что, в принципе, в идеальном мире-то плохо, но в реальном мире, ну, жизнь такая существующая, как бы вокруг нас, что да, иногда надо где-то схитрить, где-то как-то обмануть, где-то, может быть, не совсем быть честной, откровенной. Ну, мы все это понимаем, понимаете. Мы же живем в таком мире и в таком обществе, где невозможно быть кристально честным человеком и всегда-всегда быть совершенно 100% честным, откровенным. С любым человеком на любой стадии его жизни происходили такие ситуации, что ему надо было где-то что-то, может быть, схитрить, или где-то что-то немножечко так приврать и придумать про себя. Это, по-моему, в принципе, все знают, это нормально. Но Ксения надела белое пальто, вот реально, и сказала, что... То слово сказала. Она так начала нервничать, так психовать и так, с таким напором, и с такой, знаете, так нервно отвечать на это, что то, что вот я такая, вот родилась в такой семье, это совершенно неважно, что я всего добилась сама. Серьезно? Слушайте, ну, мы, по-моему, все знаем, что это не совсем, не совсем так. Что я в 16 лет или в 17, не помню во сколько, уехала в Москву из Петербурга, мама мне дала деньги, я снимала сама квартиру и сама всего добивалась, и жила сама. Возможно, она жила сама, но Ксения забывает добавить, что ее родители имели таких влиятельных друзей и таких влиятельных знакомых, что Ксении можно было там пошевелить двумя пальцами, и все как бы бежали делать то, что она говорит. Я не хочу сказать, что она не заслужила то, кем она сегодня является. Она, безусловно, человекспособная, она, безусловно, человек талантливый, ее, знаете, хорошо воспитывали, хорошо образовывали, она выросла в такой семье, где ей дали хорошее образование, хороший уровень, так сказать, развития. У нее, естественно, безусловно, есть интеллект, и она не глупая девушка, но где бы она была, если бы не ее папа Собчак, не все его друзья, не все его знакомые. Это, по-моему, ясно всем, как в божий день. Возможно, что есть шанс один на миллион, что если бы она была не Ксения Собчак, а Валя Иванова, она бы тоже, наверное, возможно, бы добилась того, чего она добилась сегодня. Но это один на миллион шанс, в то время как то, что она добилась сегодня, это как бы сто из ста, понимаете? То есть ей не добиться, при том, что она этого желала, не добиться успеха в жизни, надо было очень-очень сильно постараться. Кстати, она об этом говорит, что да, конечно, у девушек из простых семей, небогатых семей, конечно, существуют свои трудности, но у меня тоже есть трудности, я тоже, как бы, я могла стать наркоманкой, или я могла просто вот провалиться куда-то там в дыру и ничего не добиться, ничем, никем не стать. То есть вы понимаете, человек сравнивает проблемы обычных людей, простых людей, которые для того, чтобы что-то добиться, должны цепляться ногтями, зубами, и вообще, в общем-то, совершать какие-то совершенно невероятные чудеса, эквилибристики, и не только для того, чтобы пробиться хоть на какой-то такой уровень близкий к Ксении, и Ксения, которая, да, могла стать наркоманкой, вот не стала, вот же ее заслуг какая, вот Ксения не стала наркоманкой, это великая заслуга ее, она считает действительно, что можно сравнивать ее заслугу, что она не стала наркоманкой, с заслугой, допустим, Вероники, которая из ничего, из коммуналки, из очень простой бедной семьи, вот пришла к тому, кем она сегодня является, и Ксения, если честно, вот на головом глазу, от всей души, как бы крича и возмущаясь, вот именно так доказывала Веронике, что то, чего она добилась, это на самом деле, в общем-то, сама-сама, это ее заслуга, и она действительно заслуживает этого, и как бы никто ей не помогал, то есть кто-то помогал, но как бы если бы она не была тем, кем она есть, то она бы не стала тем, кем она есть, так она как бы стала приводить пример, что не обязательно дети, известных, богатых, знаменитых родителей становятся кем-то, и очень долго, можно сказать, кричала в камеру, вот сын Бориса Ельцина, внук Бориса Ельцина, где он сейчас, никто про него ничего не знает, он совершенно неизвестен, вот посмотрите, вот есть примеры того, что люди, известных родителей, ничего не добиваются в жизни, и на что Вероника, я отвечала, Ксения, это его выбор, а это твой выбор, и это, знаете, настолько понятно, что человек, сын или внук, очень известных, богатых родителей, может стать никем, если он не хочет кем-то становиться, это действительно его выбор, вот у него нет амбиции, у него нет желания, там выбиваться на какой-то поверхности, становиться кем-то известным и знаменитым, и это ничего не значит, это не значит, что она, ставши знаменитой, как бы добилась этого сама, она как бы попутала берега, то есть, по-моему, это совершенно понятно, совершенно очевидно, и меня так, вот этот момент меня торгнул больше всего, причем она была настолько агрессивна по отношению к Веронике, вот когда возник вопрос о том, что она действительно, может быть, не сама-сама всего добилась, то есть, я так поняла, что у нее это невероятный комплекс, она как бы страшно комплексует на тему том, что, во-первых, ее все время сравнивают с отцом, и, во-вторых, что ее все время, как бы вот, каждый, каждый норовит вставить ей шпильку, что Ксения где бы ты была, если бы не твой папа, что на самом деле, я считаю, это правда, это правда, я думаю, что, ну, может быть, не 90%, но процентов 70 знаменитых детей, знаменитых родителей, они были бы нигде, если бы не эти родители, то есть, вы понимаете, о чем я. Ну, и это как бы, там много чего было, разных моментов, я даже не буду сейчас все это освещать, если честно, потому что видео получится на 3 часа, совершенно не хочу этого делать, но я хочу сказать, это был самый основной момент, который меня, так сказать, ввел в такой ступор, потому что Ксения либо придуривалась, либо строила себя дуру, что она не понимает действительно, что происходит, либо она очень сильно играла, как бы, из себя, такую гневную, ну, в общем, я думаю, что там страшные комплексы, замешанные на страшных комплексах, я думаю, что Ксения, у нее, кстати, есть психолог, и она, естественно, безусловно, имеет, кому высказать свои проблемы, и я думаю, что не надо было для этого делать интервью Вероники Степановой, и, кстати, я хочу заметить, что интервью было сделано абсолютно совершенно точно, Ксения поехала, скорее всего, в Мексику отдыхать, и заодно совместить приятное с полезным, решила брать, взять это интервью, и абсолютно уверена, что она не поехала специально в Мексику, для того, чтобы взять у нее интервью, и, то есть, это тоже о многом говорит, что, как бы, ну, такое, знаете, отношение к человеку, что я тут, между прочим, проходила, и вот давай, я у тебя возьму интервью, заодно, так сказать, выставлю тебя в не очень красивом свете, в общем, все время шло какое-то обвинение, вот ты не настоящий психолог, ты не то, ты не все, ты не... то есть, вот зачем брать у человека интервью, чтобы доказать, что она ничтожествует, вот второй момент, который я хотела вот как бы поднять, и который я не поняла, потому что все интервью сводилось к тому, что ты никакой психолог, ты говоришь, все, что ты говоришь в своих видео, это чисто профанация, вот эти вот все твои словечки, и кривляния, это совершенно клоунада, понимаете, что я тоже считаю, что это каким-то образом клоунадный спектакль, потому что, конечно, Вероника поймала хайп на том, что она не сидит такой, знаете, вот клинический психолог, и выдает какие-то умные фразы, а именно на том, что она вот, вот все ее словечки и кривляния, это ее фишка, но ты приходишь брать интервью, для чего? Чтобы человека унизить, чтобы объяснить ему, что она пустое место, что она никто, или чтобы дать своим зрителям возможность услышать интервьюируемого, узнать про него больше, узнать про его жизнь, про его, так сказать, взгляды на жизнь и так далее, то есть все вопросы Ксении сводились к тому, что вот ты же как психолог, понимаешь, что так делать нельзя, ты же как психолог понимаешь, что то, что ты говоришь, это неправильно, ты же как психолог понимаешь, что вот это неправильно делать, или говорить, при этом у меня постоянно там ее экзаменовала, она спрашивала очень умные вещи, Ты же как психолог должна знать Теорию того-то и того-то О том-то и том-то И давая Понять аудитории Что Вероника вообще нулевой психолог И она ничего не знает Но Вероника, кстати Все, что у нее спрашивала Ксения Она как бы была в курсе Она не дала себя посадить в просак Она действительно Я думаю, что достаточно подкованный психолог Может не самый лучший идеальный Но во всяком случае Я думаю, что элементарные знания психологии у нее есть Не менее, чем то, что Ксения могла прочитать в умных книжках Вот, так что Она как бы не дала себя посадить в лужу Да, были какие-то моменты Когда ей действительно нечего было сказать На обвинение Ксении о том Что вот Так говорить нельзя, так говорить некрасиво И так далее На что Вероника просто надоевше уже Оправдываться и объяснять, почему она делает То-то или то-то Она просто отвечала, что вот А мне можно Вот я так хочу И я так буду говорить Когда-то говорила, почему Она говорит, а мне можно Вот я так решила, что мне можно все Мне можно это И мне можно это Это был такой, знаете Как будто такой акт отчаяния Что типа отцепись от меня Вот я так хочу и так говорю Притом, знаете, что самое смешное Что зачастую Ксения обвиняла Веронику в том В чем она сама Как бы Очень даже замешана Например, там, что Вероника делает больно Там кому-то Или Оскорбляет кого-то В своих интервью В своих, вернее, видео Она очень часто Использует громкие имена Она очень часто обсуждает Знаменитых И Ну, известных людей Шоу-бизнеса в России И Ксения обвиняла ее в том Что Все это ради хайпа Все это ради просмотров Ты как бы Вот берешь какого-то знаменитого человека И начинаешь про него что-то говорить Только для того, чтобы Его после тебя посмотреть Твое видео Ты ставишь это имя в названии Алло Ксюша А ты как блогер И как журналист Ты не делаешь то же самое Ты берешь интервью Очень хайповых Так сказать На хайповые темы Делаешь видео Берешь интервью Очень известных Популярных людей Пишешь их имена В названии своего видео Все для того Чтобы кликнули на него Все для того Чтобы получить больше просмотров Да, она еще обвиняла Веронику в том Что все это для просмотров Все это для денег И кто бы говорил Что называется Если бы не Ксения Которая занимается хайпом 24 часа на 7 С утра до вечера То есть Все ее опять же Популярность Ее имя Построено на хайпе Ну Самое смешное Что твое Как бы отрицание Того Что ты добилась Того Чего добилась Благодаря своим связям Благодаря своим родителям То есть Совершенно Абсолютно Такое категорическое Отрицание И утверждение Что все Что она сделала Сама Все Чего она добилась Это благодаря Ей самой Даже за это По-моему Уже ее можно Не любить Потому что Ну это такой Я знаете Явный Явный Перегиб Явный Перебор Потому что В принципе Ну я не знаю Мне кажется Что если бы она Вот признала Когда-то Что да Я признаю Что часть моей Популярности Это благодаря тому Что у меня есть Был такой отец И у меня есть Такие связи А она в принципе Категорически Категорически Это отрицала Когда Вероника сказала Что у тебя же В подругах Одни жены миллионеров И одни известные личности Она стала давить На то Что вот у нее В подругах Наталья Водянова Что Вероника сказала Ну хорошо Она жена лорда Бывшая жена лорда Жена миллионера Нынешнего Одного из самых Богатых людей На планете Земля На что Ксения сказала Что Да Но ведь она же Была продавщицей На рынке И для меня Она продавщица На рынке Человек продавщица На рынке Которая выбилась В люди И стала кем-то Ну и Вероника Как-то это проглотила А вот я бы На месте Вероники Спросила Была бы ли она Твоя подруга Наташа Водянова Если бы она До сих пор Была бы продавщицей На рынке А не была бы Сначала женой лорда А потом женой Одного из самых Богатых людей Европы Как бы я думаю Что ответ Совершенно ясен И очевиден Что конечно же Рядом бы с Наташей Водяновой Ксения Собчак Бы не села Не то что кушать А делать другие вещи О которых мы не будем говорить Громко Вслух Ютуб не любит Таких слов Вот Такое моё мнение Я много-много Ещё могу сказать Но основная Моя мысль в том Что В этом видео Схлеснулись Два Так сказать Два противопорожных Лагеря Два человека Которые вышли Из разной среды И которые сейчас Примерно Примерно Находятся где-то На одном уровне Но добились они Это совершенно Разными путями И вот эта конфронтация Была вызвана Именно тем Что Как Ксения Представительница Высших слоёв Мягко говоря Не любит людей Которые из грязи В князи Что называется И сейчас Находятся Как Как ты могла Ты Как бы Знаете Ну Ну Как это Возможно Что Вот эта Девчонка Из коммуналки Бедных родителей Сейчас Она Вот где-то На одном уровне Со мной Я Из такой Семьи Я Дела Золотую ложку Хотя Опять же Повторюсь Это отрицательно Я уверена Что у неё Это где-то Сидит В глубине И Вероника Которая Глядя на таких Людей Как Ксения Которым Всё Принесли На блюдечке С голубой Поёмочкой А она Всего Дубивалась Добилась Чего-то В жизни Вот эти Два Лагеря Когда они Сходятся То Понимание Здесь Возникнет Практически Никогда Не может И вот Это То Что Произошло В этом Интервью Я считаю Что это Основной Такой Заделывая Основная Основная Основной Конфликт Был Вызван Именно Вот такой Ситуацией Всё На сегодня Всё Видео Длинное Предлинное Как всегда Видеоболталка Люблю Целую Увидимся Скоро До новых Встреч С вами была Ваша Дита Из Канады Бай-бай